Не так давно на канале Грозный в одном из выпусков программы Иллюзия старший опероуполномоченный по особо важным делам МВД Ахмед Килиматов заявил, что президент республики Ичкерия Джахар Дудаев по национальности был евреем. Свои предположения на этот счет он также изложил в книге «Чечня в когтях дьявола». По мнению Килиматова, предок Дудаева прибыл в Чечню из дагестанского Дербента. Он был горским евреем и бежал в новое место, спасаясь от кровной мести. Звали его Дуда, и от этого имени, якобы, произошла фамилия экс-президента. Будто бы этот предок находился в сотрудничестве с российскими и советскими спецслужбами, а также принимал участие в депортации чеченского народа. Причем надо отметить, что никаких документальных доказательств своим словам Килиматов не привел. К слову, подобные мифы о еврейском происхождении Дудаева были весьма популярны в начале 90-х среди оппозиции ичкирейского президента. А провергнул эти домыслы сын Дудаева, Деги. Он уверенно заявил, что к евреям мы, конечно, не имеем никакого отношения. Все это брит. Легко оговаривать этих людей, лидеров Ичкерии, когда их вовсе нет в живых. На мертвеца нетрудно все списать. Напомним, согласно официальной биографии, Джахар Дудаев родился в чечено-ингурском селении Елхаруи. По матери, происходившей с Тейпы Нашхой, он чистокровный чеченец. Однако с родословной отца все не так однозначно. На первый взгляд, происходил Муса Тудаев из Тейпа Цечой, который занимал территорию Галанчожского района Чечни, богатая на историческую древность места республики. Этот Тейп относится к Ордскойской или Карбулакской ветве войнахов и представляет собой результат смешения чеченского и ингушского народа. По преданиям, Ордскойцы славились как самое воинственное и бесстрашное племя. Они не только отражали набеги татаро-монголов и нашествия Тамерлана, но и яростно отстаивали свою идентичность, не желая смешиваться ни с ингушами, ни с чеченцами. Сейчас Ордскойцы менее принципиальны в этом вопросе и свою национальную принадлежность определяют с учетом обстоятельств. Сам же Джахар Дудаев ставил на версии единства этих двух народностей. Для чеченцев ингуши не являются братским народом, говорил он. Они есть плоть от плоти чеченского народа, как бы ни затуманивали их разум разного рода проходимцы. Ингуши такие же чеченцы, как Акисти, Акхи и Мялхой. Вне всяких сомнений, ингуши это чеченский тухум. Однако, несмотря на общность родства, истории и культуры, в 91-м ингушетия отделилась от Чечни. Себя Дудаев считал исключительно чеченцев, хотя большую часть жизни прожил в России, находясь на службе в Советской армии и общаясь в основном с русскими. Показательен в этом отношении эпизод из жизни Джахара Мусаевича. При поступлении в Тамбовское высшее авиационное училище ему по понятным причинам пришлось соврать о своей национальности и назваться вообще осетином. Однако при выпуске, получая диплом с отличием, Дудаев настоял, чтобы в документе была указана его истинно национальная принадлежность. Если годы общения в русско-советской среде никак не отразились на самоидентификации Дудаева, то русская супруга его Алла Федоровна в девичестве Алевтина Куликова предпочла забыть свое коренное происхождение и давно считает себя чеченкой. Впрочем, наличие русской крови оказалось на руку сыну Дудаева, Авлуру. В 2002-м для упрощения процедуры получения гражданства в Литве он сменил свое имя и по паспорту стал Олег Захарович Давыдов.